Хэй у народ, вы находитесь на канале Zane Adventure, и сегодня у меня будет обзор на мой новый кастом Анкилозавр. Анкилозавр. Ну, сразу приступим. Делал я Анкилозавра из игры Jurassic World Evolution. Ну, типа, как бы, да. Откуда же ещё делать Анкилозавр? Ну, только если из фильмов. Но, как бы, в GVA есть больше всяких раскрасок. Я выбрал, ну, точнее, мне помогли ребята, другие кастомизаторы, тип дождевых лесов. Тут на камере он больше чёрный, чем тёмно-синий, но в реальности он реально тёмно-синий. Сейчас, возможно, если фонарик возьмёт, то будет лучше. А вот фонарик... Вот. Включаем. И вот. Так лучше видно, что он именно тёмно-синий. Пятна тоже тёмно-синие тут. Шипы, вот эти вот все, я сделал ему песочным цветом. У меня, кстати, песочный почти закончился. Ну, я заказал новые краски, там, это разных цветов, основных. Это тоже у меня коричневый с песочным смешан. Тут в некоторых местах плохая прокраска, потому что у меня тупо не хватило краски. Вот и всё. Делал я его на базе Тресратопса. Я обрезал у трейка бошку по воротник. И получилось у меня так, что осталась небольшая часть с шарниром. Ну, и я, в принципе, из этого сделал этот, как он, голову ему. Клюв. Ну, клюв. Как клюв. Немножечко он как-то низковат, может быть, но... Ну, да ладно. Хвост. Ну, просто отрезал ему заднюю часть хвоста. Удлинил немного, добавил булаву. И сделал подвижное крепление, чтобы хвост можно было... Вот так вот поворачивать, ну, крутить, играться с ними. Чтобы он был подвижным. Ну, кстати, хвост, он вот в эту сторону может быть менее... Ну, если вот так вот смотреть, вот полностью в профиль. То есть вот тут он на 100, как примерно, я думаю, на 15 градусов, где-то наклонен. То тут он на 25, возможно. Ну, как-то вот так вот, да. Реально. Дальше что про него можно сказать? Можно, в принципе, его разобрать и... Собрать по деталям. В принципе, я думаю, можно сделать это как традицию. Потому что Нублар Аниматор делает эту штуку. Экстинбрикс делает эту штуку. Ну, а чё бы и мне не сделать? У Экстинбрикса это немного по-другому. У Экстинбрикса это немного по-другому. У Экстинбрикса это... В самом начале, когда он показывает фигурку, она разобранная. Он её собирает и рассказывает. Ну, а я просто делаю так. Так. Вот мой анкелозавр в разобранном состоянии. И он состоит из 7 деталей. Это голова, хвост, туловище и 4 ноги. Давайте соберём его. Начнём с головы. Присоединяем к туловищу. Она крепится на обычном шарнировом креплении, как и, в принципе, почти все большие динозавры в Лего. Дальше. Хвост. У хвоста немного другое крепление. У него вот такой вот... Я не по-каку, как оно называется. Ну, короче, вот такое вот крепление. Ставим хвост. Держится нормально. Никуда не падает. Ну, а если трясти, то он будет уворачиваться. Поправим. И теперь давайте добавим ноги. Правая задняя нога. Есть. Поправим её немного. Дальше. Дальше. Правая передняя нога. Не вставляется. А вот поставилась. Вот. Теперь левые ноги. Также задняя нога. И последняя передняя нога. Готово. Ну и вот анкилозавр собран. Что про него ещё можно сказать? Можно, в принципе, сравнить размеры с... Давайте вообще сравним размеры с другими динозаврами. Допустим, самое основное. Сравним его с тиранозавром. Оставлю камеру немножечко повыше сейчас. Вот так вот. Итак. Вот. Сравнение размеров с тиранозавром. В принципе, он по размеру почти такой же, как Рекс. Ему недостаёт прям, ну вот совсем чуть-чуть. Вот этой вот части. Ну, по сути, он такого размера и должен быть. В реальности. Так же можно сравнить его с каким-нибудь средним динозавром, типа Трицератопса. Опять я по фону ударил. Он уже больше, чем Трицератопс. Но тоже ненамного. То есть, вот прям совсем чуть-чуть. Вот. Ну, можно, в принципе, будет лучше видно, если показать вот так вот. Сейчас. Вот. То есть, он прям совсем немножечко более длинный. Далее. Индораптор. Я мог поставить цератозавра, но как бы у него там немного нога сломалась. И поэтому... Ну, крепление ноги, поэтому она сейчас клеится. Далее. Вот. Ну, такое же почти, как... В принципе, почти так же самое, как и у Тирекса. Тоже не особо меньше. И можно, в принципе, построить ту самую сцену, где он дерётся с Индоминосом в мире юрского периода. Вот, к примеру, вот так вот он тут. Хвостом попытается отбиваться. Вот что-то там. А Индоминос его кусает за спину. Вот. Но, типа, ему ничего не удаётся, потому что он бронированный. Потом он, когда его переворачивают уже на спину, когда у него открыт живот, и он... Ну, тут, конечно, так не получится, но, короче, типа, он его голову в рот взял и вот так вот, типа, всё, убил. Да. Жестокая сцена была. Ну, да ладно. Не моё дело. Ха-ха. Смешно. Так, поставлю ноги в первоначальное положение. И вот. Ну, и в принципе, про него больше сказать нечего. Теперь я хочу немножечко рассказать о предстоящих кастомах. Я не буду называть, какие кастомы будут, пусть это будет небольшой интригой, но... Я расскажу немножечко, прям совсем о них. Так что, приступаем. Итак, о предстоящих кастомах. Я уже заказал донорские фигурки для них, и они в них почти приехали. Осталось только вот дождаться, ну, они вот прям скоро должны уже прилететь. Останется мне только забрать их с почты и уже делать кастомы. Но я ещё заказал краски новые, потому что, ну, как я уже сказал, у меня закончились коричневые, зелёные... Ой, упало. И песочные. Вот, всё. Ну, и там ещё парочку я заказал, но это уже так, потом. Я заказал двух корнотавров, чтобы вы не догадаетесь, кого я сделаю. Вот прям вообще. Это очень рискованная задумка делать такого динозавра из корнотавра. Даже двух таких динозавров. Поэтому, как бы, можете попробовать отгадать в комментариях, кого я из них сделаю. Но я не думаю, что у вас получится. Я ещё заказал двух тираннозавров также. Тоже не скажу для кого, но тут уже будет легче отгадать. Дальше. Я заказал ещё индоминуса и тресератовса, чтобы сделать ещё двух кастомов. Я заказал ещё гидору. Это из Годзилла Король Монстров. Этот антагонист. И, в принципе, ну, этот, главный враг Годзиллы. И на его базе я тоже сделал одного динозавра. Но из его деталей и его детали мне пригодятся ещё для нескольких кастомов. Я могу вас обрадовать. Я скажу, ладно, один, который будет. Я буду делать Мегалодона. Многие просили, но я и сам хотел, но я не знал, чью базу использовать. Но я буду делать Мегалодона. Как я это делал, я вам не скажу. Ну, пока что. Но я уже придумал. Так что, да. Осталось вам только дождаться его. Из индоминуса будет один водный динозавр. Ну, нет. Ну, хотя не факт, что водный будет. Я пока что... Ну, да, возможно, водный. Но, возможно, не водный. Короче, да. Вот так вот как-то. И его будет уже... Ну, точнее, такого динозавра уже делает по кунду Джей Джей. Я могу показать... Ну, точнее, я вам не буду показывать, кого именно он делает. Но ссылочка на его канал. Так же, как и на канал Нублара-аниматора Экстинбрикса и других кастомизаторов в описании. Дальше что? Ну, в принципе, всё по этим предстоящим кастомам. А, ну, я, в принципе, уже сделал несколько кастомов. Кстати, будет ещё один зауропод. Из... Новый... Ну, из новой... Из той партии доноров, которую я заказал. Одного зауропода я уже сделал. Вы, возможно, знаете, кто это. Обзор на него тоже скоро будет. Так же я сделал уже помимо тех кастомов, которые я вам показал. Получается... Раз. Два. Ну, короче, ещё несколько кастомов я вам потом покажу. Из них есть два средних динозавра. Два маленьких. Один... Чё-то... Ну, чуть меньше, чем средний. И... Выпить. Всё. Ну, и вот анкилозавр, которого я вам только что показал. Так что вам остаётся только ждать. Ну, а если вам понравилось это видео, то вы можете поставить ему лайк. Ну, а если вы не хотите пропустить следующих видео на моём канале, то подпишитесь на него и нажмите на колокольчик. А если вы хотите увидеть больше кастомов от других кастомизаторов, то досмотрите до конца. Я вам покажу их и ссылку в описании оставлю. Ну, а с вами был я, Зейн Адвенчер. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok